МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В отличие от обычных оздоровительных лагерей, знакомых всем еще с советского прошлого, здесь делается упор на развитие навыков и знаний у детей, которые пригодятся им, чтобы стать успешными в жизни и будущей профессии, заговорить по-английски, научиться программировать или конструировать роботов, например, и, конечно же, отдохнуть. Программы проводятся вместе с преподавателями лучших школ языковых и инновационных центров вузов Рязани и Москвы при поддержке регионального министерства образования. Уже с 23 марта весенние каникулы стартуют очередные смены английского языкового лагеря. АПКЭМП и физико-математического лагеря Технолес. Рассказать о работе уникальных для Рязанской области проектов к нам в студию пришел заместитель директора Центра развития детей и молодежи Пламенной Никита Астахов. Никита, расскажите, пожалуйста, как появилась такая идея создания такого проекта, как «Умный лагерь»? Ну, «Умный лагерь» — это не один лагерь, это целая группа, такая программа разных, которые занимаются развитием, неформальным образованием детей. Но вначале вся эта история пошла из лагеря Пламенной, который уже 41 год существует в нашей области, несет традиции Орленка лучшие, и там детьми занимаются, детей воспитывают. И лагерь растил лидеров, активистов для детских общественных организаций в области. И вот идут годы, год назад мы создали организацию Центра развития детей и молодежи Пламенной, и поняли, что учить можно не только вот этим активным, да, качеством, но еще и к каким-то вещам более прикладным, которые пригодятся в жизнь, пригодятся в профессии ребятам, тем более, что у нас и получается. И так эти программы родились. Расскажите про такой лагерь, как «Технолес». Этот лагерь мы делаем совместно с Протехническим университетом, в том числе со STEM-центром Intel, который базируется в РГУ, с робошколой. Мы нашли очень много друзей, с которыми мы вместе организовали такую программу, в которой ребята от 7 до 17 лет занимаются физикой, математикой, информатикой и робототехникой. Они находятся в лесу, делают настоящих роботов вместе с преподавателями вузов, которые вместе с ними целый день общаются, то приезжают специалисты IT-индустрии из крупнокомпаний московских, из Рязани, которые общаются с ребятами и рассказывают о том, как эти знания, которые они получают в школе, как их можно применить в жизни, что это все реально применимо. И вот в этом самая большая ценность вообще в целом всех наших программ. Сколько уже таких смен в лагере «Технолес» было? «Технолес» было уже две смены. Сейчас вот эта весна уже планируется третья. И вы, наверное, подвели уже первые итоги работы такого лагеря. Скажите, насколько нравится детям посещать такие места? Проект уникальный в области. Таких проектов в Рязани нет. Во многих, в большинстве регионов нет. Очень активно эти истории развиваются сейчас в столичных больших регионах, более прогрессивных, в Москве, в Питере. И мы, опять же, нашли друзей, у которых что-то подглядели, с которыми общаемся, которые делятся с нами опытом. Естественно, ажиотаж и спрос на это пошел, потому что такого, опять же, формата в Рязани еще не было. Кроме «Технолес», какие лагеря вы еще делаете? Ну, это весенне-летняя программа, она у нас такая особенно обширная. Весной пройдет лагерь «Апкэмп». Это первый из вот этих вот предметных лагерей, которые мы начали. Вот уже будет, если не ошибаюсь, девятая смена. Уже в этой смене мы за тысячу участников перевалим. Этим летом также пройдет, ну, кроме стандартного, который уже 42-й год, уже пройдет пламенный. Пройдет смена пламенной «Оптимум». Это смена, в которой дети занимаются саморазвитием. Они выбирают те направления, которым интересно, и тренеры развивают именно эти вещи. И плюс каждый ребенок может попробовать те направления, которых он никогда в жизни себе не представлял, которыми он никогда в жизни не занимался. Говорят, что это называется «Т-образное развитие», что специалист, будущий лидер, отличный человек должен не только уметь что-то одно и в одном направлении развиваться, но уметь хотя бы понемногу представлять разные области. Вот этим вот мы занимаемся, даем посмотреть и понять, чего вообще хочет ребенок. Кроме этого, сейчас готовим и скоро анонсируем проект, совместный международный проект, российско-германский. В Рязанскую область приедут ребята из Германии, дети, которые будут отдыхать вместе с нашими ребятами. Вместе отдыхать, вместе учить язык, кто-то русский, кто-то немецкий, вместе развиваться и работать в команде, и получать нужные навыки. Расскажите подробнее, Апкэмп это что? Апкэмп — это английский языковой лагерь для школьников от 7 до 17 лет. Ребята приезжают на площадку Апкэмп, и это место, где они могут практиковать язык, не уезжая за границу, не на уроки, а вживую его использовать. Для этого они, кроме того, что, естественно, они занимаются преподавателями, они встречаются с гостями. За время проведения Апкэмп более 500 гостей к нам приезжало. Каждый день приезжают по 3-4 гости, и это такие медийные личности, условно, рязанские известные, или специалисты, профессионалы, которые используют в своих профессиях язык. И это не только профессия, связанная с переводом, это и какие-то бизнес-представители, и представители науки, и очень-очень много разных людей, которые, опять же, в своем живом примере показывают ребятам о том, что английский язык — это не просто для того, чтобы рассказывать my capital, и прочие темы в школе, но и для того, чтобы его использовать в реальности. И они понимают, зачем это нужно, и потом им хочется заниматься. Собственно, суть лагеря в том, что... Не в том, чтобы за две недели выучить полностью язык. Мы все понимаем, что это невозможно. Можно подтянуть какие-то моменты. Суть в том, чтобы понять применимость, то, на что не так много обращают внимание, к сожалению, в школе, и в таком более формальном, опять же, образовании. Понять, зачем это нужно. И захотеть использовать, захотеть учить. Откуда дети, школьники, которые уже заинтересовались, либо их родители смогут узнать о таких лагерях? Информацию можно найти на сайте, на сайтах наших программ. Это сайт лагеря обкэмп, обкэмп.ру. Все просто, технолез, технолез.ру. Можно знать также по телефону, позвонив в 992-963. И там вам расскажут про все наши программы, о том, как принять в них участие. А вот скажите, популярностью лагеря пользуются только у детей Рязанского региона, либо это могут быть гости из других областей? Кстати, интересная история в том, что не так давно мы в Рязани начали эту всю дать тему историю, а привлекла она участников из множеств регионов. И это не только банальная Москва, которая находится рядом. Это Тверь, Орел, Владимир. Семь регионов из Ярославля. На прошлой неделе поступила заявка из Ямала-Ненецкого округа. Вот мы думаем о том, что теперь с этим делать. Тема востребованная, тема интересная. И родители, и преподаватели хотят участвовать в этом. Что интересно, не только дети рвутся участвовать, но и нам на почту падают заявки от преподавателей из других регионов, которые готовы взять отпуск на работе, приехать к нам, потому что им нравится это, потому что им это интересно. Они сами хотят в этой всей истории крутиться. И в этом, наверное, и самый плюс, и тот самый кайф наших программ, и то, что нам с вами очень нравится. Никита, скажите, пожалуйста, на примере, как проходит обычный день в таком вот лагере? Ну, каждый день необычный, каждый день разный. Каждый день имеет собственную тематику, свое направление. В ней есть обучающий блок, в котором ребята занимаются по уровню знаний. Они получают заранее онлайн-тест, проходят, наши преподаватели выбирают, в какую группу отнести ребенка, и он получает те знания, которые ему нужны, подтягивает те моменты, которые нужны. Кроме этого, есть большие блоки, связанные со встречами с гостями. Мы очень большое внимание этому уделяем, мастер-классам, или же просто общению с людьми. Не так много мест, где обычный школьник может пообщаться с большим начальником, или с ученым, или с каким-то человеком какой-то интересной профессии. Это общение очень ценно, очень важно. Нужно разговаривать с детьми и разговаривать по-взрослому. Эти люди приезжают, общаются, они вместе что-то с детьми делают, рассказывают о проектах в каком-то игровом, более или менее игровом формате, и дети принимают в этом участие, готовят собственные работы. Кроме этого, естественно, так как это каникулы, это отдых. И программа, связанная с отдыхом, тоже очень важная часть, но она, естественно, тематическая. И также связана с направлением деятельности лагеря. Но это не стандартная лагерная смена, просто каждый вечер дискотека, и, слава богу, у нас такого нет. Каждый день это интересный квест, шоу. Если это даже, словно, дискотека, то это не дискотека, это нам приезжают диджей, они выступают. Ребята смотрят на всю эту историю совсем по-другому. Никита, скажите, пожалуйста, с кем вы сотрудничаете, с кем вы взаимодействуете в регионе? Проект большой и очень здорово, что поддерживается со всех сторон. Нас поддерживает и Министерство образования Рязанской области, и Министерство молодежной политики Рязанской области. Посотрудничаем со всеми крупными вузами. И это, наверное, один из немногих проектов, в котором обменяют все вузы. И несколько министерств, и крупные организации бизнеса нас также поддерживают. И я напоминаю телезрителям, что в гостях у нас сегодня заместитель директора Центра развития детей и молодежи Пламенный Никита Астахов. Спасибо за внимание, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова